Евгения Николаевна Шапошникова поселилась в Куйбышеве у старушки немки Женни Генриховны Генрихсон. В давние времена служившей воспитательницей в доме Шапошниковых. Странным казалось Евгении Николаевне после Сталинграда очутиться в тихой комнатке рядом со старухой, все удивлявшейся, что маленькая девочка с двумя косами стала взрослой женщиной. Напоминает море море, напоминают горы горы, напоминает горе горе, одно другое. Евгения Николаевна в эту пору мало думала о Новикове. Память о нем вспыхивала и исчезала, и не томила ее. Но однажды она увидела на улице высокого военного в шинели. Ей показалось, что это он. Ей стало трудно дышать, ноги ослабели. Но когда она поняла, что ошиблась, то прежнее спокойное состояние вернулось к ней. Ночью она внезапно проснулась и подумала, почему он не пишет ей. Ведь он знает ее адрес. Она жила в Куйбышеве без родных, без Новикова. Ей казалось, что в этом одиночестве и есть какое-то счастье. Но это ей только казалось. В это время в Куйбышеве находились многие московские наркоматы, учреждения, редакции московских газет. Это была временная эвакуированная столица. С большим театром, с иностранными журналистами, московскими конферансье и знаменитыми писателями. Все эти тысячи московских людей ютились в комнатушках, в номерах гостиниц и занимались обычными для себя делами. Наркомы и начальники управлений руководили подведомственными им людьми и народным хозяйством, а чрезвычайные полномочные послы ездили на приемы к руководителям внешней политики. Уланова, Лемешев, Михайлов радовали зрителей балета и оперы. Господин Шапиро, представитель агентства United Press, задавал на пресс-конференциях каверзные вопросы руководителю Советского информационного бюро. Писатели писали заметки для газет и радио, а журналисты на военные темы, собранные ими в госпиталях. Евгении Николаевне нравилась ее одинокая жизнь в Куйбышеве. Никогда, пожалуй, она не была так свободна, как сейчас. Ощущение легкости и свободы возникло у нее, несмотря на тяжесть жизни. Долгое время, пока ей не удалось прописаться, она не получала карточек и ела один раз в день в столовой по обеденным талонам. С утра она думала о часе, когда войдет в столовку и ей дадут тарелку супа. Старушка Генрихсон была существом робким, кротким и услужливым. Она носила черное длинное платье с белым воротничком, а щеки ее всегда были румяны, несмотря на то, что она была полуголодная. В голове ее жили воспоминания о выходках первоклассницы Людмилы и о том, как двухлетний Митя входил в столовую со словами «Бобедать! Бобедать хочу!». Ныне Женя Генриховна служила в доме зубного врача, приходящей домработницей. Она ухаживала за больной матерью хозяйки. У старушки совершенно отсутствовало чувство собственности. Она постоянно просила прощения у Евгении Николаевны и, извиняясь, открывала форточку. Главным предметом ее забот был ее кот. Она очень боялась, как бы его не обидели соседи. Ее сосед в квартире, инженер Драгин, начальник цеха, со злой насмешкой смотрел на ее морщинистое лицо, на тонкий, иссушенный стан и нависевшее на шнурочке пенсне. Его плебейская натура возмущалась тем, как она вспоминала, как возила своих дореволюционных воспитанников в карете, и как сопровождала мадам в ее поездках в Париж и Венецию. Евгения Николаевна говорила Драгину, «Поверьте, более доброго и безответного человека я еще не встречала. Она добрее всех, кто живет в этой квартире». Драгин пристально и по-мужски откровенно разглядывал Евгению Николаевну и отвечал ей, «Пой, ласточка, пой, продались вы, товарищ Шапшникова, немцам зажил площадь». Драгин все спрашивал Жене Генриховну, как она относится к Гитлеру, радая, небось. Но старушка была хитра, сразу же объявила себя антифашистской и фюрера называла людоедом. К тому же она была совершенно никчемна, не умела ни стирать, ни варить, а когда ходила в магазин за солью или за спичками, продавец по рассеянности срезал с ее карточек месячную норму хлеба и сахара. Евгения Николаевна любила, когда старая немка вспоминала о ее детских годах. Ее отце, о брате Дмитрии, которого Женя Генриховна особенно хорошо помнила, он при ней болел коклюшем и дифтеритом. Однажды Женя Генриховна сказала, «Мне вспоминаются мои последние хозяева в семнадцатом году. Месье был товарищем министра финансов. Он ходил по столовой и говорил, все погибло. Имение жгут, фабрики остановились, валюта рухнула, сейфы ограблены». «И вот как теперь у вас вся семья распалась. Месье, мадам и мадемуазель уехали в Швецию. Мой воспитанник пошел добровольцем к генералу Корнилову. А мадам плакала. Целые дни мы прощаемся. Пришел конец». Евгения Николаевна печально улыбнулась и ничего не ответила. Евгении Николаевне пришлось пережить много волнений в связи с пропиской. Подполковник Ризин, начальник конструкторского бюро, где она стала работать, мужчина с тихим, журчащим голосом, с первых же дней стал высказывать волнение по поводу того, что принял на работу человека без прописки. Ризин велел ей пойти в милицию и выдал справку о зачислении на работу. Сотрудник милиции взял у нее паспорт и справки и велел прийти за ответом через три дня. Через три дня она вошла в узкий темный коридор с выражением, какое бывает у людей, пришедших в милицию по поводу паспортных и прописочных дел. Она подошла к окошечку. Женская рука с ногтями, покрытыми красно-черным лаком, протянула ей паспорт. Спокойный голос сказал, вам отказано. Тогда она заняла очередь к начальнику паспортного стола. Люди в очереди разговаривали шепотом, оглядываясь на служащих девиц, которые проходили по коридорам. Все эти девицы были с ярко выкрашенными губами в сапогах и ватниках. Поскрипывая сапогами по коридору, неторопливо прошел человек в демисезонном пальто и в кепке. Из-под кашне выглядывал ворот гимнастерки. Он открыл ключиком то ли французский, то ли английский замок в двери. Это был Гришин, начальник паспортного стола. Начался прием. Евгения Николаевна заметила, что люди, дождавшиеся своей очереди, не радовались, как это обычно бывает, а, подходя к двери, боязливо оглядывались, словно бы собираясь бежать. В очереди Евгения Николаевна наслушалась рассказов о тех, кому было отказано в прописке. О парализованной, которой отказали прописаться у родного брата. О женщине, которая приехала к мужу, инвалиду, и тоже не получила заветной прописки. Евгения Николаевна вошла в кабинет Гришина. Он молча указал ей на стул, смотрел ее бумаги, сказал, «Вам ведь отказано. Чего же вы хотите?» «Товарищ Гришин», — поговорила она, и голос ее дрожал, «Поймите, ведь все это время мне не выдают карточек». Он смотрел на нее неморгающими глазами. Его широкое молодое лицо выражало задумчивое равнодушие. «Товарищ Гришин», — сказала Женя, «подумайте сами, как получается. В Куйбышеве есть улица имени Шапошникова. Это мой отец. Он один из зачинателей революционного движения в Самаре. А дочери его вы отказываете в прописке». Однажды вечером к Жене Генриховне зашел участковый и вручил ей повестку. Она надела шляпку с белым цветком, попросила Женечку покормить ее кота. Мол, она идет в милицию, а оттуда к больной мамаши зубного врача. Вернется на следующий день. Когда Евгения Николаевна пришла с работы, она застала в комнате разор. Соседи сказали, что были из милиции, забрали Жене Генриховну, все перевернули вверх дном. Евгения Николаевна пошла в милицию навести справки о старушке. В милиции ей сказали, что Женя Генриховна уезжает с эшелоном немцев на север. Еще через день зашел участковый с управдомом и забрал опечатанную корзину, полную старого тряпья и желтых писем и фотографий. Тогда Евгения Николаевна пошла в НКВД, чтобы узнать, как передать старушке теплый платок. В окошке ее спросили, а вы кто, немка? Нет, я русская. А если русская, то идите домой и не беспокойте людей всякими справками. Но ведь я о теплых вещах. Вам ясно? Спросил человек в окошке таким голосом, что Евгения Николаевна испугалась.